Качество и доступность медицинской помощи в Одинцовском округе обсудили на гражданском форуме по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье». Мероприятие проходит уже в десятый раз. Я хотел показать совет реализованных проектов только прошлого года в системе здравоохранения, которые сегодня у нас не просто слайд-презентация большая, а совершенно четкие, понятные реализованные проекты на нашей территории. Конечно, появление номер один. Я уверен, что все жители Одинцовского округа уже побывали в этой рекламе. Это действительно наша гордость. А еще на территории округа успешно работают региональный сосудистый центр, оказывающий срочную помощь пациентам с инфарктами и инсультами, и центр амбулаторной онкологической помощи, признанный лучшим в России. В рамках форума были отмечены и перспективы дальнейшего развития сферы здравоохранения в округе и области. У нас таких форумов запланировано 20. Все городские округа Московской области в них примут участие. Сегодня принимают участие Одинцово и городской округ Краснознаменск. В зале ожидается 250 человек, которые будут принимать участие очно, с возможностью задать вопрос, и плюс люди, которые подключаются через Zoom. Николай вместе с отрядом представляет на форуме специальное снаряжение. Все это необходимо для спасательных операций. Самое важное в работе – уметь оказывать первую медицинскую помощь и вовремя реагировать, говорит спасатель. Есть снаряжение для того, чтобы действовать на воде, спасать с воды. Также гидравлическое снаряжение, которое позволяет гидравлическими домкратами расширить какое-то отверстие или при забавах приподнять. Еще один важный аспект форума – живое общение с жителями. Так сразу появляются пути решения многих проблем в сфере здравоохранения, отметили участники. Для того, чтобы понять, где узкие места, и очень важны такие встречи, когда человек на примере своем конкретном, он рассказывает, с чем он столкнулся, с какой проблемой, какой-то конкретной ситуацией. Мы это принимаем как системную проблему и ее пытаемся разложить на маленькие детали и сделать так, чтобы этот процесс был более легким и простым. Наталья Гончарова, Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».